всем привет я уже думал честно говоря это никогда не случится что мы наконец соберемся выйдем семьей в полном составе но вот это случилось минул уже четверть лета или треть треть лет уже минула но тем не менее мы наконец-то выехали зарядить на эти радостные лица далее конока мимику кто-то улыбается а то сидел грустный вот это кто сюда улыбается короче ладно мы все это еще успеем как бы познакомиться и пообщаться у нас сегодня про планы грандиозные во первых мы сегодня будем ловить сама это то самое место где сама я уже поймал и сегодня нужно развить успех и соответственно продолжить помимо этого мы будем ловить здесь я надеюсь крупную плотву здесь она реально здоровая мы тогда вот в предыдущей нашей рыбалки садлата очень удивились такому размеру для наших мест ну а в третьих я даже взял с собой раколовки я уж не знаю дойдет до них дело или нет потому что рыбалка с детьми это отдельный праздник для родителей ну в кавычках конечно поэтому в общем планы грандиозные давайте посмотрим что у нас получится только кстати до нас прям вот только что уехали другая партия рыбаков у них три сама попалась самый большой килограмм на 5 может больше я так не и они оставили мне выползков я приехал только их ты или какие жирнючие я приехал только с печенью да это вот это вот такие вот жирные червяки примут вот номер у нас кушать кушать такие хорошие дачи выползки вот это вот самое повезло нам повезло да на самом деле тут поэтому водоема у меня просто друзья здесь ловят кто горит только куриная печень кто горит только выползки и все ловят и те и те как бы ну сегодня будем миксовать да это проблема эта проблема ну что давайте мы сегодня кстати очень компактно это мы даже себе ни в чем вообще не отказывали все почему потому что есть вот такая вот штука это вообще просто вот на машину я сначала не думал что у нее столько влезает ну реально все палатки все там это здесь в принципе только еда больше здесь ничего не да это мой мой рюкзак так мироша на тебе фонарики неси их ставь на стол кстати взял с собой еще холодильник настоящий ну понял про него попозже расскажу вот роколовки пару раз в жизни ставил может быть сегодня хочется чисто мирошу порадовать да и либо тоже ныне чем отличается опытный турист от неопытного неопытный ставит палатку вечером а опытный ставит ее сразу здесь и очень взял у меня сейчас отправят елки-палки агент действительно мистик елки-палки агент действительно мистик только я думаю с таким ветром его может унести нафиг только вкопать его все 20-минутное шоу папа и зон закончена все посмотрели все довольны хочу ты сам с папой сидишь его плода от тебя сюда да у нас мирон мучает и лево кстати нашли для себя один интересный выход потому что получается что когда мы приезжаем на рыбалку злата постоянно на кухне то есть она детям сначала готовит один раз потом второй и потом третий то есть постоянно и мы в общем что придумали сейчас появилось очень много булочных с пирожки всякие то и проще и дешевле заехать в булочную набрать пирожков чтобы соответственно дети целый день могли что то есть а вечером кстати злата обещала нам готовить что что-то я с готовлю да что-то готовит что-то миг что-то острое мексиканская так так вот это правда забыл в общем так острое мексиканская должно в общем быть интересно мирон говорит глянь у тебя горит гориллы повезло речи сопли на бороде висят и не знаменитет казалось бы кстати пиво закусывать оливками нами кажется одно из самых классных это в испании так все делают и мы когда были в испании в общем то приучились к этому не теперь практикуем в испании от мирону показываю часик вот он сидит на пальце номер он его боится номера я бы не боюсь него но неприятно не больше хотя с ними играть он легко они очень послушные мухи так сказать папин на леб и напал стул а или он его так это приобнил переутомился сыночек зараза ты не ущипнула за волосатый мной мирон быстрей иди сюда глянь кто к нам пришел идите сюда иди сюда глянь какой мирож здравствуйте это 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 хаски а это лайк лайка что испугался ну ты мог погладить хоть познакомиться елку пока мое семейство занимается палатками я буду заниматься удочками для всего семейства но честно говоря это мне самое мое нелюбимое занятие это готовить всем удилища потом утром их собирать это самое короче жесть насчет авто холодильника пару мыслей просто для тех кто захочет себе купить в том позапрошлом году если вы видео смотрели мое тоже вы и с женой мы себе купили холодильник на 45 литров это оказалась вот такая вот бандура занимала весь багажник короче за все время у нас на рыбалку она ездила два раза потом она сейчас стоит дома и дома выполняет функцию социального холодильника поэтому если кто-то соберется себе покупать холодос берите не больше 25 ну максимум 35 литров вот это я себе взял 25 вы посмотрите его размер то есть он влезет и в седан и здесь он место не занимает и самое интересное мне как бы опасался что мало будет место но нет на самом деле смотрите 25 литров к влезла вся наша еда тут еще какие-то этих даже еще вместо даже можно сказать осталось это я уже нагрузил какие-то пирожки которые ехали у нас так а так тут и мясо у нас фарш и овощи и все и соответственно еще до себя разных вот напитков положили кстати тоже опять же то что порадовало сюда влазит полторашка ну не вертикально вертикально нет а вот так вот сюда можно три полторашки положить без каких-либо проблем поэтому я считаю что вот со временем пришел к тому что 25 литров к нами самый оптимал не помню сказал или нет я его брал с алиэкспресса он недорогой какой-то ноунеймовский холодильник или ими у него есть в любом случае я оставлю в описании на него ссылку короче его там со скидками совсем вышел достаточно дешево короче на данный момент приобретением этим более чем доволен думаю что вот холодильник реально я буду использовать каких-то летних выездах кстати помимо всего прочего он еще замораживает то есть он не просто охлаждает там он до минус 18 то есть можно наложить рыбу там если где-то и все это дело заморозить насчет питания я думаю что у вас возникнет вопрос я использую универсальный вот такой вот аккумулятор литий литий-полимер кажется блин забыл от фирмы titanat он у меня уже второй или даже по моему третий год и он у меня электромотор зарядка гаджетов эхолот и ну и соответственно вот питает холодильник потому что здесь установлены два разъема здесь у меня соответственно прикуриватель этот холодильник авто он естественно прикурить или здесь юсб тайп си и такой какой блин как же называют но классический в общем не знаю супер вещь касаемо потребление энергии вот он у меня работает самого-самого утра 10 процентов всего высадила это при том что аккумулятор был не заряжен то есть я его использовал для эхолота какое-то время и потом просто не заряжал так он общем то у меня и остался в общем тоже супер универсальная штука без которой я сейчас практически на любом выезде как без рук я вчера можно сказать совершил морально волевой поступок взял из заново переоснастил все поплавочки потому что подумал что в этом году обновился поплавочное удилище и решил что надо в общем то все переоснастить заново все оснастки все поплавки все короче часа три или четыре убивала обвешивал их подготовка к сегодняшней рыбалке было конечно мощная надеюсь что и рыба порадует там специально же выехали на это место чтобы ребята смогли хорошо половить именно на поплавок хотя конечно учитывая сильнейший ветер который сегодня дует который по прогнозу вроде как не стоял я даже не знаю что получится из этой ловли но что-то определенно наверное у нас все таки получится бы оснастить не запутаться что тут у вас такое а мне кажется вы забыли закрепить кстати у это уидилища есть вот такая штука чтобы это все не билось я первый раз если честно вижу в поплавочки но в маху и чтобы засовывали это у меня атаку мы удочка инспира телеполе 500 очень легкая вот реально вообще просто ничего не весит такая сегодня хочу половить на хиробу ну наподобие и даже не знаю как назвать короче как пойдет до такой хиробу на я попозже расскажу это общем то ловля карася но японском или восточном стиле на но так правильно сказать этот подставка для удочек но сегодня буду ловить не на классику я выбирался кстати уже пару раз хиробу на что-то мне в этом году на карася не везет здесь я на карася здесь он есть но опять же не сильно сегодня буду рассчитывать не менее почему нет так вот это все будет выглядеть здесь я наверное расположу все я всем удочки уже собрал у нас уже все готово мама дует сын дунул ну в смысле надул да я неправильно выразился прости пожалуйста лучше я думал чем на 2 чего ну-ка иди искупайся сам пока я тебя не искупал иди искупайся преступление наказание преступление наказание точно дерзость дерзость до на так теперь надо сейчас всем закормить точки а себе не кормить себе буду по-другому кормите сегодня буду вот такой вот готовый прикормка на себя уже за этот сезон у меня хорошо зарекомендовала не только по карасю точнее карася на нее как раз таки ловил меньше всего но тем не менее на спиннинг на нее умудрился кого карася наловить она поплавок она у меня и по плотве и практически по всей рыбе выступала нормально поэтому печенкой пахнет ее и сделаю кстати существует такое поверье то что нужно заливать водой прикормку из того водоема ну мне кажется на самом деле разницы нет вообще никакой потому что что так льешь что так я пытался провести некий эксперимент для себя но в итоге ничего не не вы ее по мне что одно работает что второе ты что это делаешь ты надуваешься или надуваешь я не пойму я слышу звук на плейте играет это мама играет на флейте а наш флейту взял с собой до кидают на поплавки целься вон на один на тот на все кидай короче отлично да вон на тот кидаю он лишь вот тот поплавок вон вот тот левый левый самый левый давай не дальше кидай мир он еще сейчас я слеплю потом ты давай докинь до того поплавка который он спрятался давай отлично мирон стрекозу не бойся бойся стрекозла он с рогами стрекоза с рогами стрекозел вот его бойся я буду ловить сегодня вот таким поплавком как раз таки хиробуновский поплавок для корейской оснастки соответственно у меня корейская оснастка сейчас есть корейская по сути донная оснастка отличается от классической хиробуны но я не буду сейчас даваться сильно в подробности поэтому надо выпустить как-то отдельное видео все очень ловли интересно и завлекательно и кстати сама оснастка тут сделано вот видите здесь плетеночка стоит и только потом поводки идут короче свои нюансы но это помимо того что еще используется разное интересное тесто опять же сегодня я не планирую прям заморачиваться по этой теме сильно просто вот хочется именно половить таким поплавком потому что он очень чувствительный да и на самом деле я просто уже не стал себя готовить классическую удочку классическую оснастку потому что вчера уже замучился вы ловить там собираетесь или как в теньке сидите ловить я один тут на солнце тружусь так пока я клюет только одна удочка пока заряжена рыба горит трудная профессия ну хоть кофе давайте делайте что так замешаю себе хиробуновского теста пока там прикормка тоже работает собирает рыбу я сделаю свою сегодня опять же мудрствовать сильно не буду вот такой это японская прикормка чем она мне нравится очень липкая замешивать я буду по 50 не знаю 50 грамм пусть будет да вот так и в принципе этого будет достаточно понять вообще что здесь потом еще на одну замешаю замешаю но уже китайский каких-то супер миксов делать не буду потому что все эти прикормки их можно миксовать друг с другом получили какие-то совершенно такие каждого свой рецепт прям такие алхимия такая рыболовная но сегодня без заморочек тоже семьей заморочки это так получается такая вот кашка она сейчас через какое-то время набухнет и станет как тесто как манка что ли но в принципе чем-то даже можно сравнить нет она уже ведь как набирает уже стала такой прям вот как настоящее этого тянется да то что нужно а ну да так то в принципе да и вот кофейничек ну я думаю тут все интуитивно разберу ну-ка давай примени мозг ветер чуть стих конечно классно не жарко но елки-палки просто нереально почти ловить мироха я не знаю я в общем раньше поймал это окунь по моему я таких помощь ни разу не ловила это да это окунь сто процентов маленький окунь да сейчас подожди половишь боюсь когда не начну часы ловить это все по перри запутывается я думаю сейчас часок мы наверно все попробуем половить а потом я уже буду ставить удочки на сама или на сома что плескается всеми не пойму как правильно ударение поставить рыба сом на сама на самов будем ловить самов наверное хочу одну на дальняк закинуть одну поближе и возможно поставлю два удилища с этой стороны потому что в тот раз когда я здесь поймал сама все поклевки были только с одной стороны а по не ошибаюсь тут тоже поклевка да потому что нет чем надо будет как-то активно их подвигать в тот момент я что-то оттуда удочку я не стал убирать хотя надо было две туда поставить и может быть результат бы был интересен ну что хлеб как там кофе да да мы с тобой будем на огроменного человека сама ловить но это попозже сейчас мы кофе попьем чуть поплавком посидим откуда у него столько энергии вот он может так часами бегать бегать глеб и мама не могут его терпеть мне да я все с вас смеюсь что ты что мама вы не можете мирона терпеть постоянно на него этого мне допустим вообще все равно выбирает и бегает вы вы видели лицо хлеба это непередаваемо конечно да у меня поклевки все-таки есть правда видимо очень аккуратно поплавок он почти полностью погрузился ну ладно я обычно делаю как я 1 5 10 сначала просто закидываю с тестом как прикормку и только потом уже начинаю как бы выжидать ну хиробу не то есть сначала как бы точку прикармливая потом соответственно уже ловлю кто обтирался ногами а бутылку это ты обтирал это вот два брата как кошка с собакой в чем ты инфузория туфелька говорит у нас было две собаки не помню бублик и баклан 2 1 2 ну вот они маленький большой мама это уточка я орел естественно ну ты уточка сюда было благородная кряква миссис клювдия ты смотрел эти на истории а ты не смотрел эти на истории ты же их не смотрел я не интересный мирон а ты заметил что ты так про все говоришь что тебе не скажешь новое что он не смотрел он про все горит ненавижу мирош вот эта желтенькая удочка это твоя четырехметровая ты уже дорос до четырехметровый вот я тебе уже насадил кукурузку она там стоит выбирай златно ты вот и вот это и обычно ты в тот раз вот этой ловила глеб а твоя я тебя чтобы от мирона подальше твоя самая крайне он потом сядешь туда и будешь крови но отлично умер он ну если будешь ловить будет ловиться ну у меня сильный ветер просто что ну я думаю смысла от них немного нет надо далеко закидывать да мирош сейчас сейчас по такому ветру я жилю нам блин тяжело будет мирон я только закинул зачем ты вот и вытаскиваешь мирош какая рыба они сюда все и теперь ты просто следишь когда поплавок полностью утонет или полностью поднимется поднимется это значит что он вылезет видишь у него там красная есть зеленое и белое это значит что он вообще полностью вылезет и все будет видно вот тогда злата тоже белая этот червей вон этот отрываем от ну я я могу вам по кусочкам дать и и попробуем не червей знаешь почему милиционеры не едят соленые огурцы голова в банку не пролазит а есть такие у кого по пролазит знаешь почему не едят рассол глаза щипят так все готово сейчас заряжаю печень червей и в общем то ждем с маклахом пока ничего не получилось мы час просидели на нифига но может быть сейчас как раз солнце села под вечер что-то и будет касаемо удилищ у меня два самовик настоящих самовик удилища оба 270 1 до 200 палка грамм другая до 120 вот это у меня верхняя это аккума томкет с катушкой пятитысячный тоже аккумов скин это более легкий комплект и более тяжелый комплект у меня до 200 грамм это от spartex называется катфая здесь катушка уже стоит 6 тысячная помощнее ну и соответственно вот это вот сейчас я spartex закину подальше а эту соответственно куму куда-нибудь поближе это постараюсь метров на 70 метров наверно на 30 примерно план такой буду комбинировать между червями и печенью точнее вешать и печень и черви одновременно не ну выползки конечно шикарной елки-палки слушай после дождя вот вроде как этот и еще там даже электричеством вроде как ли они никакие елки-палки таких чине видел ни разу я дендробену обычно беру ребятам спасибо которые оставили там правда как-то пучок нам надо но сейчас ну а куриную печенку я помещаю в пва пакет дело такую как бы требует определенной сноровки это для того чтобы она не слетала и все и потом всю эту конструкцию на крючок так вот раз ну держится в целом хорошо пва пакет растворяется личный бутерброд знаю как насчет 70 на 50 кинул точно для начала пойдет а там посмотрим ну а сигнализировать будут мои старые друзья колокольчики интересно кстати если сама ловить с берега тоже так вот на колокольчиках ли можно их на сигнализаторы поставить кстати не задавался этим вопросом если кто-то ловит сама напишите пожалуйста что надо тоже развиваться но колокольчики это уже как бы не серьезно у меня кстати один монтаж сделан самовий на флюре как вот здесь на толстой леске а второй на плетенке вот пока на плетенку было больше поклевок чем на толстую леску этот монтаж эту удочку я заброшу поближе мирон отойди да тут метров 25-30 это она сама мир у меня товарищ категорически не любит рыбалки с ночевкой потому что он ездит тоже снова с семьей и говорит это просто говорит просто какой-то финиш я горит пляшу горит рублю деревья готовую шашлык всем настраиваю удочки потом все горит спать легли уже не пить хоть не хочется есть не хочется категорически он прям против и в целом прикольно ну конечно сегодня по рыбалке пока что-то глухо я вот не знаю раколовки плыть ставить или не плыть вода-то кипяток теплая конечно славы может завтра будут раки на мой хочется на море с палаткой попробуй да пищал это с сочным наверное рыбалка не очень да ну и почему вот если в севастополь мы кстати думаем еще осенью севастополь смотаться без детей да и вот таким экспрессом то есть и попробовать может быть с палаткой и попробуйте гостиницу ну как бы рыбалка в общем все такое просто попить крымского вина просто отдохнуть нас мирон в этом году в школу то идет да и по тоже тут с этим антоха если смотришь это из севастополя мой товарищ приветский мы в том году рыбачили хочется к тебе а я все думал для чего это ну-ка не снимай ну теперь вот так давай садись 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 класса чего вода нифига не теплая хотя ну что не сделаешь ради семьи все хотят глеб ты следующий жизнь удалась правда злата говорит что не очень-то и удалась потому что мне придется пилить разжигать костер я уже начинаю понимать своего товарища который ненавидит только кипа ставь удочки закинь час все удочки это снова прикормил мне хорошо красиво как солнце пробивается через ветер деревьев в общем меня отправили работать найти сухое дерево каждите хотят есть я тоже на самом деле хочу уже есть осталось что-нибудь найти на чем приготовить вон сухая ветка сухая хух честно говоря я не представляю как я раньше жил без пилы только с топором спасибо тому человеку который мне когда-то в комментах посоветовал купить пилу я просто это настолько легче и проще ой комарью мать его так да надо текать отсюда ну так подергала несколько раз но это первый контакт на сегодняшний день леска прослабла да не наверное сейчас подожду еще полчасика а потом вытащу так время вечеру на охоту выходит мафия значит пора ставить против комаров это значит комаров то вот реально не рекламы ради а просто потому что она работает эта штука называется термосел на газе короче горелка смотрите вот пошло но чем да все она загорелась не на видно вам или нет и вот сейчас она в автономном режиме на газовом баллоне будет против комаров здесь создавать облако это реально работает работает лучше всяких спиралей и прочего и прочего потому что пользуюсь уже пятый год наверное стоп 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 заливая она тарахтела не правая тарахтела они недалеко так одна далеко метров 50 другой на метров 30 и 25 ну короче ждем тут в общем ждешь пока она узнаешь уже конкретно можно и путь да конечно только единственно шоу жди прям когда уже все да или чтобы да и тогда все а так он будет этот телевы телепайт не знаю час может с костром и сегодня решил не церемониться а конкретно его ну и чё с газом да думаю блин надо что-то и все отчетом полупустой уже так ну так 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 вот эта штука просто гениальное изобретение вот без шуток это из китая тоже с алиэкспресса не знаю скопировали кидается китайцы откуда или сами придумали но блин прям вообще бомба сейчас злата здесь будет творить кулинарную магию мы ее дома называем гарри поттер кулинарным пили армус люминус так надо наверно проверить что здесь у нас с этими на перезакинуть уже время пришло чинишу все объели ничего там уже нет не ой тут нам что-то все спутали червя объели ну что-то было на обоих удочка 5 с 1 не дальняк вторую на ближняк я наверно вот эту удочку полностью поставлю на выпуска а другую сделаю комбинация раз у них к на выпуска ловилась печень нет а червяка как-то размотали пытались обсосать может быть даже мирная рыба какая-то мы сейчас глебом готовим начинку разная он готовит овощную это как салат перец помидоры вместе салата чесночок я готовлю немножко другую начинку авокадо у меня тут консервированная фасоль зелень лимонный сок черный перец и еще пожарим мясо она у меня в виде фарша свиноговяжий фарш можно говяжий нужно любой не важно потом мы возьмем лепешки немножко подсушим на костре и каждый что захочет положить себе в лепешку мы еще взяли аджику и табаско чтобы у нас горело так сказать кому захочется чтобы кого там что горело кому не захочется съесть тот слабак в общем ничего нового все просто непонятно только некоторые приблуды для уборки она поделка вот на твоих наобчиках как он книжку включил не мирон у меня все взрослые книжки так скачай ну а где сейчас интернет значит слушай где-то в далекой далекой галактике странствовал по безвоздушным полям гигантский космический госпиталь он был круглой формы и постоянно крутился для того чтобы на корабле все могли нормально ходить где-то на космическом госпитале жил студент медик его отправили с земли на практику студент аспирант ну и собственно чтобы практиковаться он препарировал пришельцев несколько минут полюбовалась содержимое шкатулки потом закрыла и горько зарыдала присев на землю далее у нее здоровье начало ухудшаться парень когда ли был маленький ловил окуня ты говорил дёрги-дёрги у меня дёрги-дёрги вот у нас дёрги но пока безрезультатно потом дилемма что делать на ночь привязать их или убрать к фигам привязать знаешь так большому пальцу ноги я к твоему да да мошку нам представляешь сон на 30 килограмм он тебя шувал отчет ну ты преувеличиваешь возможности сама наша удача 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 я преувеличиваю ну что поздравляйте меня ничего себе да вот это да а как она сильно клевал я честно я просто удочки хотел убрать ну мы надеюсь плотвина до ночная рыбалка начинается ну я надеюсь что завтра мы утром все-таки этот потому что раз вечером не клевала с 11 ночи уже мы не подъеду мы не ели мы в принципе вообще не ели подъедали подъедали нам я готов есть сырой фарш так он уже готов мы уже готовы вот для тебя сырой а для меня готовы нельзя нельзя сейчас самого младшего агента гарри поттера укладывают мы сегодня с ним ночуем будем караулить крупную рыбу тоже раздача на камне чтобы да ты хоть так съешь а то потом загорится у тебя ты хоть пробовал раз суши табаско не сильно острый есть табаско который называется дьявол не все побольше можно без хлеба почему так это все происходит просто набирается из всего по идее должен каждый был подходить и накладывать все все что хочет маловато фасоль или она типа здесь давай мне должно остаться что-то держит давай не давать да давай вот этого это себя я так не поем так помру перед столом вот она ну как табаско лет хороший хорош да а если табаско набухал еще поминут да какая красота домом получилось супер мы тут с лебом обсуждали книги и что-то мы достопорились на таком вопросе из русских вот писателей фантастов вроде кажется что я многих читала в итоге кроме кира булычева стругацких ну понятное дело что ник перумов имеется ввиду писателей старой волны еще советских это я чем вспомнить не могу ну беляева понятно а беляев так на чипсов по-моему шуток и читал по моему господи про этого про ихтиандра по-моему же голова профессора до и дуэля или я уже сам голове конечно все посмешалось у ветер поднялся ничего сетуди гиперболое там замира до галина или кого-то не помню кто это и беляев тоже на ноут в общем да что то непонятно кто у нас еще есть если что там в комментах напишите прям интересно можно даже кстати с какими-нибудь книжками потому что у нас как бы всегда есть голод что почитать а из драматических произведений двадцатый век советского союза это в целом драма вопроса черты у нас хотим вообще если так взять сон драма везде и там драмы тут драма любит у нас драм основополагающий жанр ну вот у фильмах коммунистическое светлое будущее рисовали а в книгах драмы ветер удивительно прям ночью ветер другую сторону пока непонятно в обратную теперь дует туда дул теперь оттуда зверек наверно плавает норка прикольно у нас на доме ёжик завелся глеб его нашел мы там разгребали кучу строительного этого глеб нашел его а вечером он прибежал по это я его схватил и накормил колбасой и мы теперь ему кидаем определенном месте прикармливая может быть получится как-нибудь снять его минуток когда он но мама говорит что это приходит дикие коты и мы решили провести эксперимент но сейчас вернемся мы насыпем мы положим колбасу насыпем муки и посмотрим по следам юный натуралисты оказалось что ты и код и еж надо там все все да главное чтоб не ты ночь ты тапки себе не не спалишь а это они чтоб облегающую форму приняли ступней понравились и сталь ортопедический меня больше лягушку удивила в нашем мусоре которая под грудами пенопласта скованная древесными опилками лежала дожидаясь своего часа ну да тоже тоже удивительно вот до ближайшего водоема на километров десять плюс-минус нашли лягушку во дворе но это наверно птица принесла она где-то но если так подумать принесла птица на где-то какой-то в воде этот головастик размножился вырос чем питался причем лягушка такая с ладонь размерами лично приличная горжевая то есть надежда нормально красно тверка но это небольшая а тут уже 2 сидит а плотвина-то сидит уже хорошая вот такая ну да две плотвины красноперка а покушать когда хорошая глеб запутал твой убираю удочку запутал твой удочку да такое ощущение стало еще жирней аккуратненько поднимать поднимая поднимающие все еще 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 очередная жирная плотвина старичок ты маленький миру о мирухи объели значит клевала мир он ну это же есть поход то есть ты единишься с природой преодолеваешь разные трудности включение шик лет только вообще в одном месте вот на нет просто вот как кидающая скинул чуть левее да вот здесь где-то где-то здесь клюет есть вот это монстр да елки-палки сошел да да вообще но выжидать надо такие поклевки аккуратные удивительно но поклевки все происходят только вот на одну удочку причем они редкие но тем не менее остальные вот все три это молчат сейчас это тоже молчит такой синист даже не на одну удочку вот я кидаю в какое-то пятнышко и там она вся стоит только как я да вот ощущение что небольшая ямочка такая и вот там все все и происходит может быть это конечно сам придумаю рыбаки любят вот так вот придумать себе всем доброе утро мы не изменяем своим традициям у нас семейный семейное поедание лапши мы уже успели половить причем самое интересное стоило прикормить клев стал хуже как обычно бывает в общем мы сейчас покушаем и пойдем с глебом проверять раколовки хотелось бы чтоб что-нибудь там поймалось и дома у нас были вкусные раки или крабы да не ну краб один у нас есть уже хед краб так называемый тот который нам грызет голову он садится сверху беру ну так вот и целый день кусь 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 да хорошо хоть ты понимаешь всю глубину своей глубины давай давай смотри там у тебя рыбка клюнула подсекай давай резко а нет туда и и туда то есть и стой я перепутал тут все поплавки перепутались вот эту вот удочку бери вот это вот вот это вот бери давай подсекай опа ну да это у нас худая да она тут плавает плавает оказывается уже давно да все видишь и ты тоже отличился продумал на твою клюнула но перепутал мироха смотри видишь клюет давай 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 ах ты ну клевала давай еще раз смотри кукуруза видала представляешь наш он и шапсас ну что смотри как поплавок утянет значит и тоже тени ну он на глубине на большой просто нет как она начнет вниз вверх именно вот клевать они просто вот на волнах он шатается видишь небольшие волны вот он на них шатается в общем жди да давай о чуть папу рыбы не убил ел в палки все убежала нова еще тебе насажу ну-ка иди поймай ее где там она свалилась на хоть не в воду давай и относил этот чугунок наш давай ее сюда оп молодец в общем у нас сейчас рыбалка достаточно легкая получается мы ждем когда полностью поплавок уйдет куда-нибудь потом просто тянем до до ветер жалко поднялся ну как водичка я уже вам я останусь ну да что то мы перегрелись на солнце вот 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 ну вот же она вот стоит поднимай аккуратно не не просто вверх поднимаю тогда поднимать да уж раки давай сюда его здесь раков нет не ну давай следующий тоже нет да они сама верен что нельзя но какая печенка нормально тут по идее около камышей тут все как бы для раков должно быть я поможет руками полезно что страшновато хотя в детстве лазил слушай как-то неприятно руками но есть в этом что в этом и смысле то что когда-то он рассказывал по речке слазил мы с ним норку а там крыса короче разрывается ладонь прям большущий воде на наловили раз да подожди еще еще 2 еще 2 да мне кажется что то что не будет ну давай давай смотреть ну не знаю мне кстати от раковки такого вида товарищ мы делает в принципе хорошие наверное будем будущем еще ставить рано или поздно наловим я знаю места где конкретные строки на этом водоеме не знаю есть они или нет ну давай следующий последний нету жалко мироха расстроится у нас уже гонит в воду целые это утро ну бери ее с собой пошли не нету раков мирок сожалению нет так раков мы пытались ловить сегодня на печенку с чесноком может быть надо было что-то другое но он дыхали напишет комментариях подскажут да что раков это если прыба вчера была можно прыгу было на куски и положить но хотел печенка тоже наверно почему нет ракиш любят все тухлятину такую по уму не было одна рыба была а мы ее выпустили что это же уже вечером было я уже поставил такая вот у нас получилось в этот раз рыбалка может быть не самая удачная да но тем не менее время провели хорошо будем надеяться что следующий будут только лучше все до скорых встреч пока 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 пока